МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Порой бывает полезно преодолеть комплексы и предрассудки. Есть люди, которые каждый день совершают свой маленький подвиг". -"Это действительно удивительный человек. Его воля к жизни вызывает уважение и, я бы сказал, восхищение". -"Своим примером доказывает, что даже с диагнозом ДЦП можно жить максимально насыщенной жизнью". -"Знакомьтесь, Толик Катсон из Красноярска. У него ДЦП". Это не мешает ему уже в 8 лет быть знаменитым в своем городе и приобрести профессию. Давайте глянем. Эти программы вышли в эфир осенью. Но сказал бы нам, кто еще летом, что первый же герой нераскручиванного нового проекта Дари Добро станет известным на всю страну, мы бы глупо заулыбались и, скорее всего, не поверили. Да и, если честно, не верится до сих пор. -"Это его работы, которые теперь успешно продаются через интернет-магазин. Клиенты у художника, между прочим, есть даже за границей". Это знакомство было непростым. Что обыватель вроде нас знает о ДЦП, если никогда с ним не сталкивался? Как живут люди с таким диагнозом? Как их правильно снимать и показывать с точки зрения этики? И ведь не у кого спросить, с такого ракурса этого еще никто не делал. Не сразу пошел на контакты сам Толя. Слава богу, среди нас оказались те, кто играет в компьютерные игрушки. Лишь с их помощью удалось завязать знакомство. Рустам Зейналов, журналист телеканала Енисей из Красноярска, сегодня в нашей студии. Он знает, как все начиналось. Здравствуйте. Расскажите, Рустам. Мы просто на канале давно занимаемся социальными проектами. И вот было решено сделать интернет-магазин, который, собственно говоря, на самом деле ничего сложного нет. Помогли, сделали. Сейчас родители занимаются этим сами абсолютно. Да молодец. В наши дни Толя в святая святых из-за студии разминает пальцы, чтобы потом покрепче взять кисточку в руку. Именно здесь и сейчас рождаются шедевры. И мировые художественные критики, конечно, замерли перед своими голубыми экранами. Хоть одним глазком взглянуть на новые работы. Я хочу нарисовать пещеры с новогодними гномами. Новогодними. Будут там Деду Морозу помогать. Подарки делать. Авангардист Толя Кацин только что из Москвы. Там ученые-врачи в белых халатах ставили ему уколы, совещались. Еще уколы, еще совещания. В общем, говорят, шансы есть. Болезни-то у нас все нормально дается. С болезнью мы справляемся. Они сейчас в последний раз приезжали, тоже там помогли. А в социальном плане, да. То есть в социальном плане вы полезное дело делаете, потому что часто эти детки просто изолированные оказываются. И то, что вы делаете, то, что я уже там видела ролики, то, что вы как пытаетесь его социализировать. В этом, конечно, плюс есть. Вот. Поэтому все варианты надо использовать. Социализация. Обывателям не понять, что это такое и зачем это нужно, когда тело не слушается. Организм постоянно чудит, а хочется просто подойти к кому-нибудь и заговорить. Но и подойти не получается. Куда уж там заговорить. У Толи Кациной есть проблемы с передвижением, с ними борются врачи. Но с общением теперь проблем нет. И, наверное, это одна из лучших вещей, которая нам, телевизионщикам, когда-либо удавалась. Но на всякий случай, а вдруг мы зазнались, дарим студии, в которой занимается Толя набор художественной гуаши и бумагу для новых побед. Виктор Самузенко, Денис Сыров. Новости.